всем привет и это мой очередной футбук видео которое вдохновляет вас к приготовлению блюд подает всякие разные идеи для того чтобы разнообразить ваше домашнее меню к сожалению не во всех случаях мне удалось заснять уже окончательный вид блюда но главное что процесс приготовления есть и идея подана так что приятного просмотра мы самое любимое сочетание баклажаны и помидоры тут еще лук чеснок и все вообще обожаю просто особенно когда они жарены то здесь не просто они тушатся а вначале я поджарила баклажаны потом же добавила помидоры и сейчас они уже тушатся более вкусно получается если их отдельно жарить отдельно такими пластинами жарить баклажаны и отдельные жарю помидоры прям целиком то есть жарю с двух сторон поджариваю потом уже тушу получается очень вкусно вот если вместе объединить и съесть но сегодня времени было меньше поэтому вот решила вместе делать теперь это такое мясное блюдо я называю хашламой но я не уверена что классическая хашлама именно так же делается в общем то это кусочки говядины можно любым мясом принципе делать желательно чтобы это были ребра на косточке да и я слоями выкладываю сначала лук потом помидоры можно свежие конечно но мне тут вот баночки ну то что мы сами закрутили мама дальше морковка и потом выкладываю кусочки мяса там сверху опять лук и так дальше из приправ вот лавровый лист перец соль больше ничего не добавила и залью это все водой но небольшим количеством воды потому что это не первое оно просто должно быть таким сочным должно все это хорошенько отвариться делаю как вы заметили мультиварки мультиварки очень хорошо такие блюда получаются сочные такие вот именно что связано с тушением да и вообще любые блюда хорошо путается мультиварки в общем все поехали чувство когда ты не можешь не снимать хоть и забитым носом но это нечто невероятное жалко что камера не передает вот той золотистости той вот аппетитности что есть в этом блюде это курица кари с ананасами здесь такой карамелизированный лук и сливки здесь очень классный соус с этим мясом просто объедение уже стала попробовать это кстати сливки тут остались надо будет перемешать еще и все вот ребенок проснулся успела успела сделать пока он спал все приятного аппетита мой самый любимый салат это просто помидоры соленый сыр любой соленый сыр в данном случае это армянский сыр чанах и лук и добавила зелень потому что дома была зелень можно и не добавлять зелень заправляю я это чуть-чуть сметаной и маслом оливковым а это у нас гренки чесночные к футболу точнее к пиву а пиво к футболу я пиво вообще не пью не ненавижу пиво но обожаю вообще все-все-все что подается к пиву что потребляется к пиву в том числе и такие гренки чесночные я просто их вот так порезала намазала немножко сливочным маслом и потерла чесноком сейчас хочу вам показать как работает вай фай на моей мультиварке я когда-то делала обзор своих двух мультиварок кстати ссылку вот здесь оставлю смотрите и кто не смотрел кому интересно и вот моя новая мультиварка относительно новая она с вай фай то есть я могу удаленно включить какую-то программу я сейчас уже загрузила овощи в пароварку ну вот в чашу для пара сейчас включаю вот пароварка 15 минут стоит но я так и хочу в принципе градус тоже можно изменить но по умолчанию идет 105 градусов меня это устраивает нажимаю ok закройте крышку предупреждает крышка на закрыта все время пошло мы здесь можем посмотреть как идет наша готовка здесь мы можем допустим добавить какой-то шаг или удалить можем включить чтобы подогрев включился после готовки то есть можем за всем этим следить теперь смотрим на мультиварку не знаю видно или нет но вот они минуты пошли 15 минут то есть мультиварка действительно включилась так это мое первое видео в новом доме я не знаю это наверное будет приложение футбука или новое видео новый футбук не уверена в общем суть не в этом с учетом что была одна курица но я конечно же решила ее разбить то есть не там целое одно одно блюдо приготовить а 3 на этот раз получилось как в прошлый раз мне получилось 4 года но как-то вот неохота было снимать как-нибудь тоже сниму идеи что можно делать из одной курицы вот как вот получить как можно больше блюд для разнообразия в общем ну что курица конечно была большая в общем первое это вот такая вот вкуснятина значит сливочном соусе здесь и сливки и сметана и лука очень очень много весь секрет как раз в луке и сливках закончилась готовка есть именно части которые ну не белое мясо да то есть бедрышки ножки в общем шея и так далее это все сначала поджаривается что получилось такая немножко корочка вкусненько а дальше уже тушится в огромном количестве лука сметана добавлять и приправы по вкусу в общем весь смысл как раз здесь в луке и сливках ну и в сметане можно только сметану использовать можно и сливки сметану и в общем второй это точнее даже первое потому что это первое это суточки я приготовила для детей но муж сейчас не любит вообще супы первое не ест стандартный супчик с морковкой и лучком картошкой и рис добавила и здесь использовала всего два кусочка мяса там половина спины вот части спины где такая такой достаточно жирное мясо чтобы бульон получился жирненьким и одну ножку сюда положила и третье блюдо у меня будет еще не не приготовила будет из грудки обычно я из грудки делаю или отбивные из грудки да или можно приготовить пасту с курицей можно приготовить плов но просто мы устали от этого всего я сегодня решила приготовить просто котлеты куриные и сразу же приготовила к этим котлетам можно и к той же курице гарнир а пюре вот пюре картофельное уже готово и еще я сейчас делаю макароны как второй гарнир потому что здесь как бы получается два блюда к которым нужны гарниры нужно было срочно что-то приготовить быстренько но что быстрее готовится чем паста мясо нет дома в морозильнике замороженные грибы оказались и брокколи еще нашла как раз с крипами и брокколи сделать это готовлю соус ну паста уже отварилась готова и скоро еще перейдут брокколи и все перемешаю добавлю сливки и будет очень вкусная паста показываю пока в некрасивом виде потом покажу как это все получается уже на тарелочке это я просто только что вытащила с духовки это рецепт от ольги матвей корзиночки из фарша внутри лук грибы сверху сыр уже расплавленный еще сверху я положу еще просто сыра свежего и томаты это нарезанные помидоры и так как они были из баночки то получилось такой соус это помидоры с чесноком подробности не буду рассказывать если вам интересен этот рецепт то напишите я вам напишу ссылку на рецепт ольги матвей и получилась вот такая красота в последнее время постоянно задаюсь вопрос как бы сэкономить время на готовке и решила заморозить некоторые составляющие для супа чтобы все было уже готовым чтобы каждый раз не резать вот эту вот морковку с луком зажарку делать или еще что-то вот решила попробовать вот сейчас делаю в таком большом количестве зажарку эту и буду хранить в морозильнике а буду хранить вот таких у меня силиконовой формочки у меня есть порционные получается формочки всегда хранить эту зажарку в морозильнике каждый раз вытаскивать и кинуть в суп если кто-то еще так же делает напишите пожалуйста что можете сидеть еще где вот еще такую штучку я порезала есть чеснок и перец то есть тоже вот совсем по чуть-чуть по чуть-чуть буду класть в суп для аромата насчет зажарки конечно можно и без зажарки делать суп я так часто делаю для детей но все-таки с зажаркой вкуснее получается и как-то вот по-другому совсем смотрится суп а теперь я вам покажу как сделать топленое масло из домашнего сливочного такое масло будет намного более полезным так как мы избавимся от много чего вредного и лишнего и с этим маслом блюдо получается очень вкусными и так мы растапливаем на самом маленьком огне этот кусок большой кусок масла получается вот такая масса и начинает это все варится образовывается сверху пенка мы постепенно эту пенку удаляем вот сейчас эта масса стала еще более прозрачной убираем еще пенку и так далее мы продолжаем до тех пор пока масло не станет прозрачным и когда уже масло стало прозрачным и мы убрали всю пенку то тогда мы сразу же снимаем с огня так как она может сгореть вот она стала еще более прозрачным и вот масло стало прозрачным убираем последнюю пенку снимаем с огня и сцеживаем его на дне кастрюли остается очень много гадостей именно такого цвета должно быть масло если вы передержите его то она будет более темным и это будет уже не то баночки тоже будет некоторый осадок но он будет сильно отличаться когда мы охладим и просто его не будем использовать он будет на дне а это чтобы вы понимали что у нас осталось в кастрюле вот столько гадостей пока мы не кинулись это есть хоть и не в самом красивом виде хочу показать вам этот салат называется табуле он из специальной крупы которая называется булгур это такая пшеничная крупа специальная в общем вы найдете в разных супермаркетах добавляются помидоры много-много зелени зеленый лук если есть я сейчас сделаю без лука чуть-чуть томатной пасты добавила лимонный сок оливковое масло по-моему все но соль перцы там разный очень приправа на вкус получается очень вкусно вообще томатная паста придает свой конечно привкус приятный но если помидоры сезонные вкусные то можно без томатной пасты обойтись не знаю что из этого получится но посмотрите как красиво сейчас я освобожусь и расскажу вам что я делаю тушится закрыла это джейми оливера рецепт тхала это по-моему индийская кухня в общем здесь тыквы здесь чечевица красная здесь много разных приправ зелени в общем очень все полезно и супер полезно и должно получиться в итоге пюре очень полезное еще раз повторюсь полноценная богатая белками и витаминами в общем посмотрим что это получится если будет хорошо конечно же сообщу вам и вкратце расскажу как я приготовила невероятно вкусное пюреобразное такое блюдо мне понравилось поэтому могу посоветовать вам то есть если вы устали от каких-то банальных гарниров к мясу к рыбе или просто как самостоятельное блюдо такое да пюреобразное то можете попробовать мне очень понравилось очень интересный вкус насыщенный здесь и чечевица красная она очень полезна богата белками и тыква тоже полезнейший овощ плюс также здесь лук чеснок перец чили имбирь кинза и еще что то есть если вы хотите прям точно точно рецепт то комментариях напишите я вам скину ссылку на видео джеймель оливера и напишу с какой минуты это блюдо единственное замечание которое я бы сделала это то что у него там вообще два перца чили он режет я порезала всего один но это получилось очень остро то есть если приготовить для детей то надо исключать чили и будет прекрасно так и от детям не смогут дать она острая для них спасибо огромное за просмотр ставьте лайк если вам нравится подобное видео и подписывайтесь на мой канал пока пока а